этот джинсовый корсет body от мюглер свел с ума многих и вот один бренд заказал мне его разработку то есть нужно было создать лекала чтобы они смогли запустить его в производство ну конечно не точную копию но очень похоже начинается все с построения лекала я делаю их вручную на крафтовой бумаге и потом вот из этих кусочков это первый вариант макет я делаю макет из хлопковой ткани вот так это выглядит много-много деталек все это сшивается и девушка отшивала макет по своей фигуре она приехала мы все это на ней померили это вот готовый вариантик перед примеркой а это после примерки есть чтобы отправить скорректировать и все заново вот эти все лекала надо скорректировать по новым данным я переношу все эти сведения на бумагу делаю новые лекала и опять делаю макет на этот раз макет я уже делаю из ткани с которой планируется в итоге это будем это плотный трикотаж джерси и джинс все это сшиваю опять мы делаем примерку чтобы учесть уже растяжение этих тканей главное в этой кропотливой работе не запутаться много деталек они все мелкие конечно очень важно все швы хорошо отгладить у меня такой парогенератор классная вещь для дома и для работы вшиваю чашечки ты вкалываю чашечку для следующей примерки мы уже делаем теперь макет из основной ткани растяжение и будем учитывать вот так будет чашка выглядит готовом виде и сюда мы вставляем вот такие металлические косточки вот в этот паз а еще на самый главный секретик хорошего корсета это вот порциональные кости корсетные посмотрите такая пружинка из медицинского сплава она не ржавеет то есть после стирки у вас одежда пятнами рыжими не пойдет она не сгибается не деформируется она гнется и возвращается в исходную форму кстати как отличить дешевые изделия дешевые корсеты у них пластиковый ригелин стоит и после того как пару раз в нем сел встал остается изогнутый ригелин который уже невозможно обратно разогнуть получаются рельефы такие горбатые дракон на спине поэтому делайте качественные вещи некачественных и так полно мы провели вторую примерку посмотрели что еще нужно подправить и теперь вот эти лекала абсолютно готовые к производству теперь я дошиваю сам корсет вводим до финального его вида это корсет с изнанки не пугайтесь сейчас осталось ставить кости вот такие металлические видите они не деформируются возвращаются в свою форму не ржавеют в общем идеальные только с такими костями делают хорошие корсеты корсет окончен сейчас мы посмотрим с вами его поближе значит у нас имитация кармашков здесь здесь вставлены косточки профессиональные корсетные видите они как гнутся но даже при сильной деформации она обратно возвращается в исходное положение а это значит что ваш корсет не будет как спина дракона когда пластиковые кости ставят получается вот такой эффект а у нас стоят профессиональные пружинчатые металлические кости из нержавейки здесь лямочки еще не пришита потому что девочка который заказал этот корсет приедет только завтра и мы с ней будем натягивать ямочки под неё здесь у нас идет трикотаж вот эти вставочки дают дополнительную эластичность здесь тоже косточки вот такая интересная у меня была работа мне понравилось конечно это не точно копия это по мотивам nuclear у нас получилось не хуже